Добрый день дорогие друзья! Киноконцертный зал Панорама за время своего существования стал неотъемлемой частью культурной жизни города. Здесь проходят концерты, спектакли, фестивали и многие культурно значимые мероприятия. Концертная же деятельность является одной из самых важных в жизни зала. И сегодня мы поговорим о музыке. Музыка нас вдохновляет, восхищает и даже немножко успокаивает. Нам кажется, что музыка это что-то простое, однако же нет. Это один из самых сложных видов искусств. В основе музыки лежат математические принципы, она строится на строгих физических законах. Музыка сопровождает нас каждый день и мы понимаем, что это уже стало неотъемлемой частью нашей жизни. Мы сегодня узнаем с вами множество интересных фактов, которые позволят посмотреть по-другому на музыку. Удивительно, но музыка может влиять на вкус потребляемой нами пищи. Причем ученые выяснили, что музыка, которую мы слушаем во время еды, влияет на восприятие нами вкуса так же сильно, как внешний вид и запах блюд. Например, низкие звуки заставляют нас чувствовать горечь в еде, а более высокие делают ее слаще. Не все знают, поклонники какого жанра являются более счастливыми. Исследования показали, что уровень счастья выше всего у людей, слушающих металл. Например, в 80-е годы прошлого столетия было проведено одно из таких исследований, в результате которого был сделан вывод о том, что металлисты имели более счастливую молодость, чем фанаты других жанров. Ученые объясняют это тем, что поклонники металла всегда имели и имеют единое сообщество, где чувствуют себя родными. Это, соответственно, повышает их уровень счастья. Еще один факт. Если вы поете, это существенно отличает вас от других людей. Почему? Потому что пение – это весьма полезное занятие, которое помогает людям улучшить осанку, умственную активность, а также натренировать мышцы лица, что позволяет нам надолго сохранять свою молодость и красоту. Многие утверждают, что раньше поп-музыка была более креативной. Ученые выяснили, что в последнее время она стала примитивной. Причем эта тенденция сохраняется до сих пор. Исследователи наметили деградацию поп-музыки, длящуюся вот уже 50 лет. Доказано, что барабанщики имеют более высокий уровень интеллекта. Почему же, спросите вы? А ученые убеждают на основании исследования, которое было проведено в Стокгольме, что барабанщики успешнее всех прошли тест на уровень интеллекта. А теперь мы немножко поговорим о современной музыке. Вокруг нее возникает большое количество споров. И все больше потому, что многие воспитывались и даже сейчас воспитываются на консервативных академических традициях. Современная же музыка несет в себе что-то новое и неизведанное. Такие фестивали, как Московская осень, другое пространство, в которых принимают участие множество композиторов со всего мира, пытаются внести, внедрить в нашу жизнь современную музыку, сделать ее более понятной и доступной современному слушателю. Однако это не всегда просто, потому что композиторы стремятся идти своей дорогой, стремятся найти свой собственный путь к сердцу зрителей. И это не всегда получается успешно. Однако если вспомнить творчество Баха и Бетховена, мы четко с вами понимаем, что ведь эти композиторы тоже не были по достоинству оценены своими современниками. Те произведения, которые они сочиняли, мы понимаем только сейчас. И начали понимать последователи спустя не одну сотню лет. И как написал Петр Ильич Чайковский, пройдут миллионы лет, и если музыка в нашем смысле будет еще существовать, то те же семь основных тонов нашей гаммы будут все еще служить источником новых музыкальных мыслей. А сейчас немножко из рубрики «Бесспорно интересно. Интересные факты о музыке». Правильно подобранные классические произведения помогают справиться нам со стрессом. И специалисты часто используют классические произведения в музыкотерапии. Произведения Моцарта улучшают функциональность головного мозга человека. Исследователи называют это феноменом Моцарта. Всемирно известная композиция «Happy Birthday to You» и сегодня находится под защитой авторских прав. Ее можно исполнять кругу друзей дома, однако же на коммерческих мероприятиях ее исполнение запрещено, если не уплачены авторские вознаграждения. Удивительно, но все члены легендарной группы «Битлз» не знали нотной грамоты. А та музыка, которую мы слушаем, влияет на биение нашего сердца. Наше сердце подстраивается под ритм музыки, которую мы слушаем. Еще интересный факт. В Японии есть музыкальные дороги. Есть участки трасс, на которой борозды расположены на определенном расстоянии друг от друга. И вибрация, которая исходит от них и попадает в салон автомобиля, воспроизводит ту или иную музыку. А я напомню, что киноконцертный зал «Панорама» вот уже совсем скоро откроют двери для своих зрителей и слушателей. Заходите на наш сайт panoramadefist.ru, оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы!